Всем привет! Сегодня мы знакомимся с очередным проектом, который расположен в районе на Джонтьен. Очередное доказательство того, что весь город развивается у нас только в эту сторону. Сегодня мы смотрим здесь проект, который называется Албар Пенинсула. Название звучит просто как название дворца где-то в Ближнем Востоке. Но пойдем зайдем внутрь, посмотрим, что у них там, что они для нас приготовили. Ну что, мы сейчас у Макета. Здесь у нас будет 4 восьмиэтажных здания. Проект находится буквально там в 200 метрах от моря. Вот это природный канал. Он у нас здесь есть возле проекта Вейл Марина, есть возле проекта Гранд Флорида. Ну как бы рядом с морем обычные явления, эти каналы. Здесь мостик, чуть-чуть прошли и идет первая береговая линия, идет море. Территория самого проекта большая, 9200 квадратов. 1200 квадратов из них это площадь бассейна. Внутри у нас огромная акватория. Центральный въезд расположен с вот этой стороны. Внутри будет расположен бар, тренажерный зал и сауна. Крыша каждого из проектов, она благоустроена. Там будет и зеленение, зона для загара и отдыха. Ну и естественно парковки, они есть везде. Парковки бесплатные, они находятся здесь вот за этими зданиями. Парковка не подземная, просто вот на территории проекта. Ну и здесь сделали небольшой такой сад. Будет какое-то зеленение, декоративное что-то. В общем, рядом с морем и очень много зелени и огромный бассейн. То есть это у нас по факту будет относиться к резорту. Но при всем при этом, при такой большой территории и больших масштабах, здесь не так много квартир. Если вы смотрите наше видео, а вы должны смотреть наше видео, то вы знаете, что резорт у нас строят и по 1500 квартир, и 1200, и 1300. Здесь всего заявлено 660 на сегодняшний день. То есть понятно, что кто-то купит там под объединение, сделает себе ту бедрумы и прочее. Поэтому квартир будет чуть меньше. Поэтому для такой большой территории 660 квартир заявлено более чем адекватно. Вот, по макету все. Теперь просто смотреть сами квартиры. Смотрите, чтобы понимать, где мы вообще все, все это будет происходить. Вот она наша вся Паттайя. Вот у нас схематично Волкинг-стрит. Это центр, здесь район Протовнак, Кози Бич. Это все идет Джам Тиен. Здесь начинается на Джам Тиен. Вот, например, здесь у нас идет ресторан Гласс Хаус и Бака Бич. Здесь же у нас находится проект Вейл Марина. Вот мы едем южнее, здесь будет отель Амбассадор. И вот здесь отмечена звездочкой Оушен Марина. Это тот дом, перед которым стоит очень большой причал. И вот буквально мы приедем, буквально еще чуть южнее, там 800-900 метров. Здесь вот звездочка, отмечен наш объект. И, кстати, только что увидел, что здесь находится Банампур Бич. Это то место мы недавно, буквально месяца полтора назад снимали для вас видео. Вы помните, там были обзоры нескольких ресторанов Паттайя. И мы начинали с ресторана Прапанакорн, как-то так он назывался. Это ресторан морепродуктов. То есть вот здесь у нас огромное количество именно си-фуд-ресторан. Поэтому здесь в пешей доступности можно будет поесть просто потрясающие морепродукты. Начинаем с самой маленькой. Начинаем со студии. 25 квадратов. Очень мило. Все сделано очень красиво. Мне нравится. 100% это такой для людей там 40+, 50+, наверное, не совсем понятное решение, когда вот санузел делается прозрачным. Честно, не знаю, хорошо это или плохо, но за счет этого просто кажется, что больше помещения, больше пространства. Да, 100% есть момент стеснения, потому что... Сейчас закроем. Потому что, ну да, не совсем, наверное, комфортно находиться в ванной комнате прозрачной. Но в любом случае надо сюда просто вешать жалюзи, эти жалюзи опускать, когда здесь кто-то есть, и эти жалюзи поднимать. Просто квадратура 25 квадратов особо не разгуляешься, в футбол здесь не поиграешь. Ну, по крайней мере, вот за счет стеклянных дверей кажется, что зона больше. Сейчас я скажу, какой мне... Это напоминает шоу-рум проекта Elysium, наверное. Проданный проект, который находится у нас на Козьей Бич, он тоже вот был весь такой, мраморные стены, вот такая вот отделка, дорого-богато все выглядит. Ну, прикольно, очень прикольно. Здесь шкафы, много всяких вещей, часики за 200 бат продам. Кухня небольшая, нет варочной поверхности, то есть нет плитки. Можно решить эту проблему, купив индукционную плиту. На Пхукете очень много проектов, которые продаются именно вот в таком виде, и там людей не напрягает, они покупают индукционные плитки, они портативные. Достал из шкафа, поставил, приготовил. Что у нас здесь? Небольшой диван, стилизация камина, причем это выглядит очень красиво. Сейчас мы попробуем подснять. Отражает, нет? Смотри, похоже на настоящий огонь. Ну-ка, сейчас попробую вот так сделать. О, прикольно. Вообще прикольно. Я таких еще не видел. Ну, здорово. И здесь у нас что? Здесь балкон. Ну, балкон, ну что мы с ним? Балконы не видели. Люстры. Люстры нереально красивые. Очень такие стильные. Просто вспоминаешь песню Рианы «Даймонд». Кстати, цены здесь у нас более чем адекватные. Ну, на мой скромный взгляд, по сравнению с тем, что вообще сейчас происходит с ценами на всю недвижимость в Тае. Когда сейчас стартуют объекты, и там старт цен идет на студии по 3 миллиона, там 2,7, 2,8. Здесь цены более чем адекватные. Строить мы здесь будем до 2022 года, поэтому рассрочка есть почти 3 года. И цены на сегодняшний день вот на такие студии, на всю мебель, на все, что вы видите, включая эти люстры красивые, включая постельное белье, 1,8 миллиона бат. С разбивкой на 3 года вполне адекватная цена, вполне адекватное предложение. Локация бомба. Внутри все выглядит очень красиво. Проект 100% интересный. Это у нас односпальная квартира 34 квадрата. Опять же у нас все в каком-то мраморе, какое-то все помпезное. Но выглядит здорово. Не понимаю, почему они не захотели ставить сюда встроенную варочную поверхность? Не понимал. До тех пор, пока только что не поговорил с одним из менеджеров. В общем, этот проект изначально позиционируется как сугубо инвестиционный. Вам всегда застройщик здесь предлагает два варианта. Либо вы покупаете квартиру для себя и пользуетесь ей самостоятельно. Либо вы покупаете и передаете ее застройщику в гарантированное управление на 10 лет. Ставка по доходности будет 6% годовых. Таким образом, за 10 лет вы гарантированно возвращаете себе 60% от стоимости вашей квартиры. Естественно, у вас есть право проживать в ней 15 дней в году. Нужно как минимум за 2-3 месяца предупреждать застройщика о том, что вы собираетесь приехать и отдохнуть в этой квартире. Ну, в общем, 15 дней есть. Надо договариваться, когда можно приехать и отдохнуть в ней. Но так это чисто идет как инвестиция. Наверное, поэтому здесь они и не стали ставить плитку. Потому что в основном эта квартира будет сдаваться. Предназначена для сдачи, а не для собственного проживания. Выглядит все очень мило. Все очень стильно. Несмотря на то, что маленькая площадь. Но это реально тот редкий пример, когда 34 квадрата, на мой взгляд, сделаны очень правильно. То есть здесь большая часть отдана под жилую зону, потому что здесь большая часть времени проводится. Туалет здесь вынесен таким образом, что он находится как выход из спальни идет, так и с общей зоны. А часто бывает, конечно, что в односпальных квартирах делают выход в санузел через спальню. И когда к тебе приходят гости, они все ходят мимо тебя. Здесь идет доступ со всех сторон. Супер просто, ну на мой взгляд, супер стильная раковина. Ну, выглядит она просто бомбически. Жалко, что это шоурум. Мне интересно, как это все будет сливаться, как это будет функционировать. Ну, выглядит просто бомба. И вот запах, который здесь, вот не перестаю удивляться, что каждый раз в новых проектах пахнет просто бесподобно. Вот, если когда-нибудь увидите вот такую штуку, то вы должны сразу понять, что вот так вот пахнет в этом шоуруме. Но пахнет здесь еще чем-то другим определенно, но ощущение, как будто находишься в каком-то магическом лесу. Есть что-то во всем этом дизайне, вот этих вот золотой, вот в этой вот всей фурнитуре, что-то помпезное такое или даже вычурное. Но в любом случае это не раздражает абсолютно. Прикольно сделано. Вот такую штуку я вообще никогда не видел, чтобы делали вот такой помост в душевых. Ну, я примерно понимаю, для чего все это нужно, но прикольно. Прикольно, что люди заморачиваются на такие мелочи. Опять вот это вот зеркало для бьюти-блогеров. Это мое любимое. В спальне у нас, кстати, ламинат. Я только сейчас заметил, в квартире везде кафель, здесь ламинат постелили. Ну, здорово. Тут у нас шкаф. Ну, что сказать, мне нравится здесь находиться. Не странно, что это небольшая квартира по своей площади, но сделана она очень грамотная. Люди, которые все это проектировали, делали дизайн проекта, отделку, планировки. И очень неглупые люди. И люди, обладающие, на мой взгляд, неплохим опытом. Потому что то, что я здесь увидел, меня на 100% это устраивает. А еще за такие деньги. Студия, как я сказал, 1.8 старт. One bedroom start 2 миллиона 700 тысяч бат. Расрочка, она будет такая же идти. До 2022 года идет разбивка, привязана разбивка к этапам строительства. То есть, условно, построили каркас здания, платили 15%, до этого, когда закладывался фундамент 10% и т.д. То есть, вы не просто платите, потому что пришла какая-то дата, а потому что застройщик выполнил определенные обязательства по договору. Здесь, судя по всему, была какая-то база отдыха или отель. Потому что вот был когда-то здесь бассейн, есть два корпуса, похожие на отельные номера. Есть несколько домиков, которые стоят вот отдельно. Честно, не знаю, что здесь было до этого, но это по факту не важно. Абсолютно нормальная практика, что застройщики покупают землю, на которой что-то есть. Это очень часто встречается, когда мы приезжаем с клиентами, например, на проект, который только запустили, то есть идет пресейл. Иногда даже, когда у застройщика еще разрешения на строительство нет, мы приезжаем, и там стоят домики, отели или еще что-то, или прачечные, да без разницы. Все это потом сносится, строятся проекты, и так как бы в Таиланде сплошь и рядом происходит, поэтому не нужно здесь пугаться. Понятно, что на сегодняшний день ничего красивого здесь нет, но дайте 2-3 года застройщику, вы не узнаете этот участок земли. Ну что, на сегодня у нас все. Мы познакомили вас с отличным проектом в ПТЕ. Если у вас есть какие-то вопросы, пишите, не стесняйтесь нам на WhatsApp, пишите и звоните на горячую линию, оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте следить за обновлениями. И, кстати, не стесняйтесь предлагать свои темы. Если вам что-то интересно, и вы хотите, чтобы мы это раскрыли, ту или иную тему, касающуюся Таиланда, не стесняйтесь, предлагайте это в комментариях. Мы обязательно что-то придумаем. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok